Иисус сказал, что перед тем, как придет конец, Евангелие Царствия будет проповедано всем народам. Сегодня многие конфессии ожидают скорого пришествия Господа. Сравнивают свою церковь с новым ковчегом, в который должны войти все, кто не хочет погибнуть в Армагеддоне. Однако, как понять, действительно ли их проповедь то самое всемирное свидетельство? В этом видео я расскажу вам самый главный, отличительный признак проповеди перед концом нечестивого мира. Для начала мысленно перенесемся в первый век и вспомним некоторые слова Иисуса. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тогда будет двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. По какому критерию Бог будет разделять людей? Очевидно, что спасутся нищие духом, кроткие, полчущие и жаждущие правды, милосердные, чистые сердцем, миротворцы, изгнанные за правду. И таковых в свое время изгонят из всех отступнических церквей. В деяниях говорится, что апостолы Иисуса призывали иудеев спасаться от рода развращенного, примыкая к истинным собраниям Иисуса, новообразованным церквям. Может ли какая-нибудь церковь сегодня претендовать на то, что ее члены преимущественно богоугодные люди? Возможно. Но если это действительно истинное движение от Бога, то таковые праведники должны концентрироваться только в одном месте, в соответствии с предсказанием о разделении на овец и козлов. Но правда в том, что на сегодняшний момент такой градации по конфессиям нет. В каждой из них есть как хорошие кротки, так и представители семени змея, для которых праведность как ширма. И если Бог отказывался уничтожить Содом, если в нем найдется 10 праведников, то неужели не пощадит и тех, кто не успели войти в вашу самую лучшую церковь? И среди православных, и среди католиков, и среди свидетелей Иеговы, и среди баптистов, и даже среди атеистов можно найти порядочных людей, которые в силу определенных обстоятельств не слишком подкованы с точки зрения богословия. Но так ли это плохо? Не надо считать свой религиозный опыт пропуском, гарантирующим вход в Царство Небесное. Вспомните притчу о добром самарянине. В то время иудеи думали, что ноевым ковчегом является сам Израиль и храмовое поклонение в Иерусалиме. Если ты обрезан и следуешь закону, то спасешься. А все остальные погиб. Самарянин был язычником, который, возможно, участвовал в выдалослужении, но он таковым стал, потому что его никто не научил истине. И он принял веру отцов, искренне думая, что она правдива. Но тем не менее, у него было очень хорошее сердце. И когда он увидел на земле страдающего путника, то поступил как добрый человек, проявил достойное качество, помог ему. А вот и священник, и левит прошли мимо. И хотя они были в кавычках в истине, их вера также им досталась от родителей. А за внешними атрибутами религиозности скрывало злое и гордое сердце. Когда Иисус начал проповедовать, то все искренне и из иудеев, и из язычников оставляли свои прежние убеждения и примыкали к собранию праведников. И по идее, так и должно было продолжаться в христианстве. Но, как мы знаем, исполнили слова Павла. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Истина была разделена и смешана с различными лжеучениями. В Откровении 17 и 18 глава христианство сравнивается с Павелоном. Только разделены не языки, а духовное понимание. И в конце будет выход. Народ истины должен выйти из образного Вавилона и научиться говорить на одном языке правды. Пока же мы видим, что в одной церкви собираются любители троицы и икон, в другой любители разносить журналы и проповедовать. Однако разделение по догматическим предпочтениям сейчас не влияет на нравственную сегрегацию. Соответственно, и истинная проповедь еще впереди. Если смотря в зеркало, вы видите второго апостола Павла, а свет вашей праведности настолько ярок, что вы вынуждены одевать солнечные очки, чтобы не повредить сетчатку глаза, то, возможно, вы самовлюбленный гордец. Способность давать адекватную оценку своим духовным качествам, не пряча за догмы, очень важна, чтобы в будущем увидеть восстановление истины. Вас же призываю не спешить судить других людей и сохранять благоразумие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова